ДИКИЕ ДЖУНГЛИ САФАРИ Разноцветных тотемов и мешочек с игровыми карточками. При подготовке к игре их стоит хорошенько перемешать и раздать поровну каждому игроку. Пять тотемов располагаются в центре стола, а карты игроков вокруг. В свой ход игрок переворачивает верхнюю карту своей колоды от себя и кладет ее в стопку перед своей колодой. Игроки тут же совершают действие, указанное на ней, и передают ход следующему. Почти каждая карта в Диких Джунглях требует незамедлительно произвести определенное действие. Исключение составляют только белые карты с изображением животных, которая просто уходит в стопку выигранных карт. Синие карты — это голодные животные. Увидев такую карту, необходимо сразу же схватить тотем, на котором изображено то, чем питается зверь. Тот, кто успел первым, забирает эту карту себе. Красные карты — это разъяренные животные. Игроки должны немедленно изобразить изображенное животное звуками и жестами. Тот, кто оказался последним, теряет свою верхнюю карту из стопки выигранных. Игрок, открывший карту охотника, должен попытаться накрыть рукой выигранную стопку другого игрока. Если это удалось, то он крадет верхнюю карту из этой стопки себе. Если же противник закрыл стопку ладонью, охотник может попытаться броситься на другую стопку. Если у него ничего не выйдет, то он ничего и не получит. А вот если по ошибке схватит свою стопку, то потеряет и саму карту охотника. А вот хамелеоны могут быть разыграны одним из двух способов. Нужно либо быстрее всех коснуться любого предмета цвета хамелеона, либо быстрее остальных схватить тотем соответствующего цвета. В первом случае последний теряет верхнюю карту из своей стопки, а во втором карту хамелеона получит самый быстрый. Как только в стопках каждого игрока закончатся карты, игра подойдет к концу. Победит, естественно, тот, у кого будет максимальное количество выигранных карт. Дикие джунгли сафари — переосмысление всем известных диких джунглей на новый лад. Игра приобрела несколько новых механик и при этом сохранила свой азарт и молниеносность, что наверняка придется по нраву тем, кто уже устал от оригинальных диких джунглей. Субтитры создавал DimaTorzok